МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Регион ТВ, подготовленную совместно с журналистами телекомпании Мозыря, Жлобина, Речицы, Гомеля и Светлогорска в студии Виктория Шинкаренко. В Речице 75-летие победы потомки ветеранов отметили митингом у Вечного огня. Здесь же состоялась акция. Речичане спели военно-патриотические песни. Ее цель – почтить память тех, кто внес вклад в победу в Великой Отечественной войне. В День Великой Победы представители ветеранской организации воздушно-десантных войск и сил специальных операций, а также кадеты Центра военной подготовки до призывной молодежи СКИФ под руководством Владимира Гоброва собрались у Вечного огня. Здесь состоялся митинг. Так прозвучали слова благодарности всем ветеранам-труженикам тыла за мирное небо над головой. Для нашей страны, для нашей синевокой Белоруссии этот праздник со слезами на глазах, этот всеобщий День Победы, День всеобщего ликования народа в тяжелейшей войне, ни для никого не секрет, что наша страна больше всего потеряла людей, пострадала и долго обустраивалась и восстанавливалась. Поэтому на сегодняшний день, учитывая обстановку, которая сложилась в нашей стране, вот хотя бы таким скромным образом, мы должны обозначить нашим и павшим воинам на этом святом месте в Речице и тем воинам, которые еще живы, но не смогли сюда прийти, что мы все помним, что мы нашей молодежи, которая здесь присутствует, все рассказываем, все объясняем. Может быть, в таком вот маленьком возрасте они еще не все понимают, но они все равно растут под нашим контролем и они все будут знать, все будут понимать правильно. Владимир Гобров призвал присутствующих на митинге спеть песни военно-патриотической тематики, среди которых одна из самых популярных, посвященная победе над немецко-фашистскими захватчиками. Именно песня «День Победы» стала неотъемлемой частью торжеств, связанных с празднованием Победного дня 9 мая. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «День Победы» Субтитры создавал DimaTorzok В память о погибших в Великой Отечественной войне и не доживших до наших дней объявлена минута молчания. По традиции, к подножию вечного огня благодарные потомки возложили цветы. Подарок от Мозырского нефтеперерабатывающего завода работникам инфекционки и станции скорой помощи. Сто новых ярких защитных костюмов пополнили гардероб медиков. Интересно, что над изготовлением комбинезонов трудились местные производители предприятия «Белфуд». Защитная партия одежды для медработников. Инфекционисты и специалисты скорой помощи сегодня принимали очередные подарки на этот раз от нефтепереработчиков. Флагман промышленности Мозырщины тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, помогает не в первый раз. Но нынешний сюрприз самый яркий в прямом смысле этого слова. Цветные костюмы наверняка поднимут настроение как медперсоналу, так и пациентам. Созданы они с учетом рекомендаций врачей. Костюмы очень комфортные. Огромное спасибо Мозырскому НПЗ. У них комфортно работать. Действительно, защита на высоком уровне. Чувствуешь себя полностью защищенным. Таким образом, через средства индивидуальной защиты Мозыряне продолжают выражать благодарность врачам за их нелегкий и благородный труд. В свою очередь, медики не скрывают теплых эмоций. Выражаем благодарность всем коллективу. Особенно скорая помощь выражает благодарность за противоэпидемиологические костюмы. Желаем всем крепкого здоровья, силы, чтобы не болели. Берегите себя и своих близких. И спасибо за это оказание помощи, что они принимают такое участие и помощь в такой нелегкой ситуации. Пандемия изменила не только рабочий график врачей и наш образ жизни, но и профиль некоторых предприятий. Те самые яркие защитные костюмы делали рук специалистов торгового дома «Белфуд». Основной вид деятельности дочернего предприятия Мозырского НПЗ – производство резиновых сапог и спецодежды для тех, кто работает в агрессивной среде. Среди прочих, здесь изготавливают комбинезоны и полукомбинезоны для спасателей МЧС, работников газовой и топливной промышленности. Но в нынешних условиях главный акцент на защитные костюмы для медиков. У нас на сегодняшний момент уникальное производство, которое производит комбинезоны. Мы в этом отношении перепрофилировали свое производство, разработали дополнительно модели, те, которые будут носить персонал медицинский. Материал для производства защитных костюмов заказывают на одном из предприятий области. За смену успевают отшить от 30 до 40 комбинезонов. Точнее, спаять. Главное требование – максимальная защита, но с сохранением легкости и комфорта. Первое делается раскладка, потом крой. И согласно крое на аукционах ТВЧ идет спайка. Спайка не шьется, а спайка именно для того, чтобы влага была защитная, чтобы водонепроницаемость была. На одного человека 12 комбинезонов в день, в смену. Это за 8 часов человек должен отклеить, отшить 12 полукабинезонов в смену. К зданию инфекционной больницы наша съемочная группа вернулась через некоторое время. Настоящие герои и героини современности уже полностью экипированы в новые костюмы, которые, остается верить, обязательно их защитят. Екатерина Юрченко, Светлана Грудькова, Юрий Горобец. Телеканал «Мозырь». Самоизоляция во время карантина может быть даже очень веселой и нескучной. Особенно, если проявить креатив репортаж из Калинковического территориального центра социального обслуживания населения. Руководитель мастерской декоративно-прикладного творчества отделения дневного пребывания для инвалидов Центра социального обслуживания населения Калинковического района Ольга Шпак ведет трансляцию урока по изготовлению индивидуальной маски. Подробно объясняет своему подопечному все нюансы кроя и пошива. В соседнем кабинете, в групповом чате идет игра «Угадай мелодию». Обычно многолюдные помещения центра сегодня занимают только сотрудники. Подопечные, как самая уязвимая категория граждан, на самоизоляции уже с начала апреля. Оставаясь дома, они не остаются в одиночестве. Работа ведется в кружках, в клубах, занятия, консультации проводятся. Используем мы для этого тоже социальную сеть «Одноклассники», либо «Вайбер», либо просто телефон. Конечно, такие занятия позволяют детям общаться не только со специалистами. В групповых беседах они общаются между собой. Это поддерживает интерес к их увлечениям, учит их чему-то новому и полезному, то, что проходят какие-то занятия новые. Очень дети скучают, очень хотят побыстрее приходить сюда, опять общаться со всеми. Ну вот, ждем такого времени. Обычно отделение посещает 28 человек. Четыре кружка по интересам, клуб, трудовая мастерская. Много шумных праздников и безграничное общение. Сегодня вся деятельность ведется посредством интернета и телефона. Примерно так же работает и отделение социальной адаптации и реабилитации. В нашу такую непростую ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, мы помогаем нашим медикам придерживаться рекомендаций «Оставайтесь дома». И, исходя из этого, мы работаем с учетом интернет-ресурсов. Это и платформа Skype, и Viber, и WhatsApp, и Одноклассники, социальная всем известная сеть. Они, наверное, даже заработали лучше и горячие линии телефона и доверия, потому что люди не хотят оставаться без общения. Уменьшилось посещение центра, увеличилась посещаемость сайта и страниц в соцсетях. Но сотрудники и подопечные надеются, что совсем скоро все вернется на круги своя. Ведь никакие видеочаты и прямые трансляции не могут заменить живого общения. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь». В Мозыре сейчас ведется масштабный ремонт. Кардинальные изменения в ближайшее время коснутся многих городских улиц. Чего ждать мозырянам? И какие неудобства придется пережить? Подробности в сюжете. Многие мозырские улицы в последнее время напоминают поле боя. Идет реализация комплексного плана благоустройства Мозыря. Война за порядок ведется сразу по нескольким фронтам. Преображаются дома и целые улицы. В настоящее время идет работа сразу на 15 фасадах. Среди них и многоквартирные дома, и учреждения образования. Параллельно в порядок приводят прилегающую территорию. В планах закончить фасад физкультурно-оздоровительного центра Полесья-Арена, завершить ремонт театра и центра детского творчества. Запланированы и масштабные работы по ремонту дорожной сети. Самое глобальное изменение ожидают улицу Рыжкова. По улице Рыжкова запланировано увеличение до четырех полос. Это от Кургана до улицы Мира. Прорабатываются сейчас проектные решения в части уширения от Кургана до теплосетей. И частично разработана проектная документация от теплосетей до ГАИ. Планируется перенос остановочных павильонов. Ну и уширение именно в части теплосети – это снос двух живых домов. Это частично перенос теплосети для возможности уширения дорожного полотна с возможностью поворота налево, прямо и направо. Вот этот остановочный пункт перенесут. Вместо одного их станет два. Один расположится на месте снесенного дома. Ниже, по улице Ленинской, второй будет установлен рядом с ГАИ, по направлению к Примостовой. Кстати, все новые остановочные карманы теперь делают с применением гранита, чтобы избежать колейности. Шире на одну полосу станет улица Ульяновская, в той части, где идет ее сужение. Здесь уже вовсю орудует дорожная техника. Неподалеку, на бульваре Страконицкий, тоже ведутся ремонтные работы. Каких-то масштабных перемен здесь не будет. Отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень. Полоса для движения появится и на Советской, на участке от Примостовой до площади Ленина. В ближайшее время неудобства придется ощутить автомобилистам. Планируется перекрыть улицу Ленинскую. Здесь будет вестись замена канализационных и водопроводных сетей. На подъем добавится еще одна полоса для движения. Удобнее город станет и для пешеходов, и для велосипедистов. Что касается всего остального, тротуара, велодорожки и прочее, это заложено в проектах. Единственное, у нас не получается по улице Ленинской устройство велодорожки, потому что не позволяет пространство территории. Просто нет. Там очень плотная жилая застройка, поэтому мало места. На Ульяновской, на Рыжково, на Советской – все это заложено в проектной документации. Все однозначно будет реализовано. Все ремонтные работы в городе планируется завершить до осени, после чего займутся озеленением. Будут высажены кустарники и деревья. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Молочные продукты с заменителем молочного жира на полках магазинов должны быть визуально отделены от натур продукта. А выкладка этого товара должна сопровождать надпись «Продукты с заменителем молочного жира», чтобы покупатель знал, что он берет. Насколько соблюдается это требование в мозырских объектах торговли, в рейде с отделом торговли и услуг, а также представителями санстанции, побывала съемочная группа телеканала «Мозырь». Далеко не каждый покупатель пристально изучает состав продукта, прописанный мелким шрифтом. Поэтому велика вероятность вместо натурального сливочного масла купить, скажем, спред из растительных жиров. Сейчас в моде здоровый образ жизни и правильное питание на основе натуральных продуктов. Что касаемо молочной продукции, покупатель, конечно же, отдает предпочтение более натуральным продуктам, натуральному сливочному маслу, чем спреду. Похуже продается продукт с заменителем молочного жира. Чтобы не было путаницы с натуральными молочными продуктами и продуктами с заменителем молочного жира, в постановлении Совета министров номер 703 четко прописано. Товар на основе растительных жиров на полках магазинов должен быть визуально отделен от натуральной молочки и обязательно сопровождаться специальной надписью предупреждением. Однако объекты торговли не всегда соблюдают это требование. Более того, специально выставляют такой товар, как акционный, а это квалифицируется как введение потребителя в заблуждение. За соблюдением этого требования следят представители отдела торговли и услуг райисполкома, а также санитарные врачи. Если данное правонарушение будет у нас выявлено в первый раз, то субъект хозяйствования получает уведомление в виде рекомендаций или предписания. Ежели в течение календарного года подобное нарушение будет зафиксировано еще раз, то субъект будет привлечен к административной ответственности. Минимальный штраф от 20 базовых величин. Вместе с тем, сюда же будет у нас накладываться еще одна статья об административном правонарушении. Это также несоблюдение правил продажи. Когда умышленно магазин вводит в заблуждение покупателей, тем самым не давая ему возможности все-таки визуально устанавливать, какой товар и к чему он принадлежит. То есть не доведение достоверной информации до потребителя. А это, к сожалению, две статьи и штрафы там уже намного больше. С заменителем молочного жира есть и творожки, и мороженое, и сыры, и сливочное масло, и сгущенка. В большинстве своем это продукции иностранного производства. О том, насколько она соответствует качественному составу, заявленному на упаковке, и в целом, насколько она безопасна, следят санитарные врачи. На сегодняшний день санитарная служба наделена полномочиями отборами проб, для того, чтобы определять все-таки то качество, которое заявляет о себе на упаковках иностранный производитель. Как правило, в основном это касается товара иностранного производства. Стоит отметить, что за текущий период было отобрано четыре образца данного товара. Все товары, все пробы соответствовали своим качественным характеристикам и лабораторным анализам. Санстанция регулярно берет пробы продуктов, представленных в Мозорской торговой сети. Проверяют на качество и безопасность. Партии товаров, не соответствующие стандартам, изымаются из торговли. В Речицком дворце культуры и техники «Нефтяник» состоялось яркое фэшн-событие сезона. Бал Ангелов собрал юных моделей, которые состязались за звание лучшей среди победителей речичанки. В Речице состоялось одно из самых масштабных и ярких фэшн-событий сезона «Бал Ангелов». На сцену дворца культуры и техники «Нефтяник» вышли модели для того, чтобы продемонстрировать коллекции известных белорусских дизайнеров. В рамках этого мероприятия состоялся и конкурс профессионального мастерства среди детей моделей. 18 участниц конкурса из Речицы, Гомеля и Бреста выступили в четырех возрастных категориях – от пяти до шести лет, от семи до восьми лет, от девяти до одиннадцати лет и от двенадцати до шестнадцати. Организатором мероприятия выступила речицкая студия моды и стиля «Сет Моделс» под руководством директора Елены Седлер-Дубицкой. Конкурс профмастерства среди детей моделей – это конкурс, где дети могут посоревноваться в принципе в том, что они давно умеют. Но тут мало правильного и грамотного дефиле, тут мало правильного исполнения фиксации. Здесь уже нужно, чтобы тебя заметили, нужно проявить свою индивидуальность. Ну и так как мы единственная школа моделей, где помимо моделинга мы еще и обучаем дизайну, естественно, одно из заданий для наших конкурсантов было создать в принципе сам костюм ангела. То есть это было творческое дизайнерское задание. Поддержать первый бал ангелов прибыли уже именитые в индустрии моды дизайнеры. Каждый из них знаменит и узнаваем чем-то своим. Например, Наталья Кудрина, которая создает одежду не только для взрослых, но и для подрастающего поколения. Очень большую помощь и поддержку оказала нам Катя Маковеева. Это уже достаточно известный дизайнер Белоруссии, бренд Маковка. Это не просто талантливый дизайнер, это человек с фантастически огромной душой. Еще к нам приехала Марина Бонифатьева. Это тоже человек, которым я восторгаюсь и как профессионалом, и как человеком. Наш замечательный дизайнер Дмитрий Григорович, который, конечно, является частью нашей команды, но тем не менее. То есть это уже имя, это уже бренд. Наталья Кудрина, тоже белорусская наша певица, она же дизайнер. Она тоже была на нашем мероприятии и как член жюри, и как дизайнер. Так, еще у нас были уже достаточно знаменитые дизайнеры Евчинки. Это бренд Папа энд Доня. Приезжала к нам еще коллекция, увы, дизайнер не смогла. Коллекция Людмилы Лобковой. Это шоурум авторская мода Гомель. Тоже уже достаточно известная на рынке. Ну и много уже отдельных брендов. По мнению Елены Седлер, конкурс удалось сделать интересным, объединив моделинг и красоту в одно целое. Конкурс профмастерства, он скорее построен именно на профессионализме моделей, да, на умении показать комплект, на умении технически выполнить свое задание. Конкурс красоты – это все-таки немножечко другой мир, да, там больше творчества, там больше даже неумения, скорее, себя показать, показать свою индивидуальность. Я мама этого города, да, то есть когда-то я привела своих детей в модельную школу. С этого началось мое знакомство с моделингом. Я развивалась вместе со своими детьми, я участвовала на фэшн-мероприятиях других модельных школ, я работала куратором, и меня захватывала сама тема. Но я не понимаю, почему в нашем городе до сих пор не знают о таких школах. Никто не знает наших детей, хотя у них достаточно много заслуг. У нас есть дети, которые уже входят в международную базу, которые были рекламным лицом белорусских брендов и не только, и никто об этом не знает. То есть мне бы хотелось именно показать наших детей. У нас очень талантливые дети, талантливые достаточно в многом, не только в моделинге. То есть детки, которые обучаются у нас в студии, помимо моделинга, мы еще смотрим на их другие таланты. То есть вот у нас есть ребята, которые вышли на Бали Ангелов как ведущие, как перец, ребята, которые танцевали. То есть мы хотим показывать все их таланты. Дети многогранны. И чем быстрее об этом узнает город, тем быстрее город узнает о своих знаменитостях. Потому что мы красиво смотрим на экраны, на других людей, когда у нас очень талантливые люди живут здесь. Итак, мы начнем нашу церемонию. Но конкурс есть конкурс, а в каждом конкурсе есть свои победители. В категории ТИН первое место завоевала Ульяна Грицук из Бреста. В категории Янга Арина Москвичева из Гомеля, которая является воспитанницей студии моды и стиля Сет Моделс. Отрадно, что среди фавориток конкурса – речищанки. В категории Мини Литл победу одержала Варвара Седлер. В категории Литл победила Анастасия Кравцова. Гран-при у Софьи Долгомысловой. Все они модели студии моды и стиля Сет Моделс. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регион» на следующей неделе. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин